Добрый день! Сегодня мы познакомимся с одним из рассказов Оскара Уальда. Оскар Уальд – берландский писатель и поэт, один из самых известных драматургов позднего викторианского периода, одна из ключевых фигур эстетизма и европейского модернизма. Родился 16 октября 1854 года в Дублине. Умер, к сожалению, в 46 лет, 30 ноября 1900 года в Париже, во Франции. Его рассказ называется «Соловей и роза». «Она сказала, что будет танцевать со мной, если я принесу ей красных роз», – воскликнул молодой студент. «Но в моем саду нет ни одной красной розы». Его услышал Соловей в своем гнезде на дубе. «Жизнь моя разбита из-за того, что у меня нет красной розы», – продолжал студент. «Вот он, наконец-то, настоящий влюбленный», – сказал себе Соловей. «Ночь за ночью я рассказывал о нем звездам, и, наконец, я увидел его». «Завтра будет бал», – шептал молодой студент, – «и моя милая приглашена. Если я ей принесу красную розу, она будет танцевать со мной до рассвета». «Но без красной розы она даже не взглянет на меня, и сердце мое разорвется от горя». Юноша упал на траву и заплакал. «Это настоящий влюбленный», – сказал Соловей. «Воистину, любовь – это чудо». Но вот он расправил свои темные крылышки и взывился в воздух. Посреди зеленой лужайки стоял пышный розовый куст. «Дай мне красную розу», – воскликнул Соловей. «И я спою тебе свою лучшую песню». Но розовый куст покачал головой. Мои розы белые, как морская пена. Соловей полетел к другому розовому кусту. «Дай мне красную розу». «Мои розы желтые. Пойди к моему брату, что растет под окном у студента». И Соловей полетел туда. «Дай мне красную розу», – воскликнул он. «И я спою тебе свою лучшую песню». Но розовый куст покачал головой. Кровь в моих жилах застыла от зимней стужи. «Одну только красную розу. Вот все, что я прошу», – воскликнул Соловей. «Если ты хочешь получить красную розу», – молвил розовый куст, – «ты должен обогреть ее кровью сердца, прижавшись грудью к моему шипу». «Смерть, дорогая цена!» – за красную розу воскликнул Соловей. «Как хорошо жить, любоваться солнцем в золотой колеснице, вдыхать благоухание цветов!» «Но любовь дороже жизни!» И Соловей взвился в воздух. «Радуйся!» – крикнул он студенту. «Будет у тебя красная роза!» «Но в награду я прошу у тебя одного – будь верен своей любви!» «Ибо в любви больше мудрости, чем в философии!» «Уста ее сладки, как мед, а дыхание подобно ладану». Соловей прилетел к розовому кусту, сел к нему на ветку и прижался к его шипу. Всю ночь он пел, а шип вонзался в его грудь все глубже и глубже. И из нее по каплям сочилась теплая кровь. И на розовом кусте начала распускаться великолепная роза. Но вот Соловей испустил свою последнюю трель, Эхо понесло ее в синюю даль. Соловей лежал мертвый в высокой траве, И в сердце у него был острый шип. В полдень студент распахнул окно, Выглянул в сад. «Ах, какое счастье!» – воскликнул он. «Вот она, красная роза! В жизни не видал такой красивой розы!» Он сорвал ее и побежал к профессору. Профессорская дочь сидела у порога и наматывала голубой шелк на катушку. «Вы обещали, что будете со мной танцевать, Если я принесу вам красную розу!» – воскликнул студент. «Вот самая красная роза на свете! Она расскажет вам, как я вас люблю!» Но девушка нахмурилась. «Боюсь, что эта роза не подойдет к моему туалету. К тому же племянник Камергера прислал мне настоящие каменья, А каменья куда дороже цветов!» «Как вы неблагодарны!» – с горечью сказал студент И бросил розу на землю. Роза упала в колью, И ее раздавило колесо телеги. «Право же! Какой вы грубиян! Да и кто вы такой! Всего-навсего студент!» «Какая глупость эта любовь!» – размышлял студент, возвращаясь домой. «В ней и наполовину нет той пользы, что есть в логике. Она ничего не доказывает, Всегда обещает неизбыточное И заставляет верить в невозможное. Вернусь-ка я лучше к философии И буду изучать метафизику». Когда выпалоbour на землю, И философии «Право резолжье чемпиона» «Уведениюments оatoи!» «С听 Subscribe!»